Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Если пенсию повысили менее чем на 279 рублей, нас спрашивают, а что делать пенсионерам, которым в этом месяце повысили пенсию менее чем на 279 рублей. По закону ли это? Ведь я читала, что всем пенсионерам в августе должны были поднять пенсии на 279 рублей. Или это неправда? На что отвечаем, что действительно, с 1 августа Пенсионный фонд России ПФР проводит перерасчет пенсий, но только работающих пенсионеров, в соответствии с законом о страховых пенсиях. За год начисление работающих пенсионеров не могут вырасти более чем на 3 пенсионных балла. В прошлом году пенсионный стоил 87 рублей 24 копейки, поэтому пенсия повышалась максимум на 261 рубль 72 копейки. В этом 2020 году стоимость пенсионного балла достигла 93 рублей. Максимальная прибавка неработающим пенсионерам составит 279 рублей. Но это не значит, что всем пенсионерам сделают повышение пенсии именно на 279 рублей. Многие получат повышение в меньшем размере, в зависимости от отчислений в Пенсионный фонд и начисленных за это пенсионных баллов. То есть, отвечая на ваш вопрос, вполне нормально, если вы получите повышение размером менее 279 рублей. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи.